Центр розыск, так в прошлом столетии, называли первое экспертное подразделение в органах внутренних дел России. Кабинет судебной экспертизы в системе уголовного розыска был создан 1 марта 1919 года. Именно эта дата и стала праздничной. Экспертная служба очень интересна. Она порой не видна для граждан, но занимает свою веху в процессе раскрытия преступлений и расследования уголовных дел. В настоящее время мы, как экспертный центр и районные у нас эксперты, проводим более 30 видов экспертиз. Причем для всего правоохранительного блока республики. Это начинает с всем известных исследований пальцев рук ботилоскопических и заканчивая какими-то сложными экспертными исследованиями, такие как ДНК, фоноскопическая экспертиза. Экспертно-криминалистическая служба МВД – это постоянно развивающееся направление, в котором скорость и точность раскрытия преступлений совершенствуются изо дня в день. В общей сложности численность сотрудников службы составляет более 17 тысяч человек. В среднем ежегодно они проводят около 2 миллионов экспертиз и исследований. Кроме того, сертифицируют гражданское и служебное оружие, участвуют в процессуальных действиях и многое другое. Все начинается с осмотра места происшествия. Это аксиома работы экспертов. Какие следы и объекты были взяты на место происшествия, по таким образом проводится экспертиза. В конкретном случае эксперт очень хорошо сработал, пошла идентификация обуви. Это процентов 10-15 следов в основном массе. В другом случае, если следы не более качественные, то будет только групповая принадлежность. То есть вывод эксперта заучит следующим образом. След мог быть составлен как обуви представленной следом, так и другой подошвы обуви, имеющей одинаковый рельефный рисунок. Всего в системе МВД России сегодня организовано производство 49 видов судебных экспертиз. Наиболее динамично развивающиеся и востребованные направления — это исследования ДНК, взрывотехнические, компьютерные и психофизиологические. Анастасия Целигина, Народные новости.